Порядка 20 вопросов и просьб жителей ежедневно поступают к депутату окружного совета Единороссу Павлу Жукову. Встреча с населением – возможность обсудить важное, подвести итоги того, что уже удалось сделать, и обозначить план на будущее. На этот раз о развитии муниципалитета говорили в микрорайоне Финский. В начале встречи депутат уделил внимание крайне важной теме. С начала мобилизации мы организовали на базе Совета депутатов центр поддержки семьи и военнослужащих. И за весь период существования этого центра, естественно, там в начале поступало огромное количество вопросов. Всего со временем открытия центра у нас поступило более 2000 вопросов. Даже в непростое время округ развивается. Для этого делается многое. Важный показатель – исполнение доходной части бюджета. Отсутствие на протяжении нескольких лет прямого муниципального долга. Бюджет у нас городского округа является социально ориентированным. Почему я так говорю? Потому что если взять в целом объемы доходов и налоговых и неналоговых поступлений городского округа Щелкова, то есть порядка 6,7 миллиарда рублей из 12 мы тратим на сферу образования. Качество образования зависит и от созданных условий в учреждениях. В прошедшем учебном году в округе распахнули двери две новые школы – новый корпус лицея номер 7 и школа номер 11 имени Титова. После капитального ремонта, выполненного по президентской программе, 1 сентября открылись школа номер 26 и корпус 20 в Краснознаменском. И, конечно, полным ходом идет строительство долгожданных общеобразовательных учреждений в финском и в новом городке. Все изменения происходят благодаря совместной работе депутатов городского округа Щелкова и администрации городского округа Щелкова. Мы единое местное самоуправление, мы представляем жителей в органах местного самоуправления. Благодаря этому, естественно, мы совместно с администрацией решаем все наболевшие задачи и вопросы. От ЖКХ до экологии реализованы важные задачи в разных сферах. Благодаря программам губернатора различные проекты по важным для муниципалитета направлениям. Многое предстоит сделать. Это и строительство новых социально важных объектов, и капитальный ремонт существующих, модернизация важных элементов коммунальной инфраструктуры, в частности, таких, как межрайонные очистные сооружения, где работа идет полным ходом. Городской округ успешно справляется с вызовами времени. Щелкова уверенно занимает высокие позиции в регионе вот уже несколько лет подряд. Является одним из лидеров в рейтинге муниципалитетов Московской области. Субтитры создавал DimaTorzok